Опасная пиротехника. Более 300 видов несертифицированных фейерверков изъяли в Петропавловске полицейские меньше, чем за неделю. Таковы промежуточные результаты операции пиротехника. Началась она 15 декабря. Что грозит тем, кто незаконно продает фейерверки и салюты, узнаете из материала, подготовленного при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Петарды, фейерверки, батареи салютов, бенгальские свечи. Вся эта пиротехника предназначалась для реализации на одном из рынков Петропавловска. Незаконно продавать продукцию, по словам полицейских, планировал 21-летний житель Жамбылдской области. В ходе одной из проверок торговых точек областного центра стражи порядка задержали предпринимателя. Мы вот только что привезли, еще не успели взять разрешение. Из-за этого вот изымают. По словам задержанного, товар он приобрел в Алматы. Отсутствие документов на законную торговлю пиротехникой объясняет недостатком времени. Теперь нарушителю грозит штраф. На данного гражданина составлен административный протокол по статье 196, где предусматривается штраф в размере 25 месячных расчетных показателей. Данные пиротехнические изделия будут изъяты и помещены в камеру вещественного доказательства до принятия процессуального решения с дальнейшим уничтожением данной продукции. С начала операции пиротехника полицейские провели 60 рейдов. Изъято более 300 несертифицированных фейерверков и салютов. Много в данное время, новогодние праздники, используется пиротехника без целевого назначения и без правил инструкции, в ходе чего имеются травмы, повреждения, особенно у детей. Полицейские и спасатели рекомендуют североказахстанцам приобретать фейерверки и салюты только в магазинах, имеющих сертификаты соответствия Республики Казахстан и Таможенного Союза. Отмечу, операция пиротехника продлится до 30 декабря. Денис Явков при содействии перед службой областного департамента внутренних дел.